Дорогие друзья, подождите, подождите, дорогие друзья, во-первых, у нас чаепитие будет через 15 минут, там всё накрыто, поэтому давайте за 15 минут кто хочет выскажется, а кто там выскажется, поэтому всем дадим слово, если не здесь, то внизу. А сейчас, вот, а сейчас я хочу, вот, у нас Юлгос Нареевич сразу же сказал, что вот стихотворение «Токликуй моя душа», которое, моё первое стихотворение было 3,5 года назад написано, 3 года, да? Так вот, я его хочу вам прочесть, когда я через 50 лет, после того, как закончил Казанский авиационный институт, а у меня здесь сидит, между прочим, мой однокурсник, Расим, вместе мы с ним закончили Казанский авиационный институт. Сейчас он работает в центре космических, в центре управления полетом, в королевом. Но пока ты, Расим, мы тебе слово там дадим, ладно? Конечно, я не спешу. А сейчас вот это первое стихотворение, которое меня подвигнуло дальше и поступить в литинститут. Так «Токликуй моя душа». А эпиграф я поставил. Мой ангел, здравствуй, я в Казани. Это Пушкин написал первое письмо Наталье Гончаровой оттуда. И вот тогда я был на 218-й годовщине пребывания Пушкина в Казани и был в Кремле на его выставке, где были личные вещи Пушкина и Натальи Гончаровой. «Токликуй моя душа, вечно в высоту спеша, годы мои мчатся, удержать года нельзя, мчатся даже не спрося, пусть отговорятся». Сердце просится в Казань к дорогим истокам возложить святую дань тем краям далеким. Как же долго я мечтал упоенной целью, вспомнил, как изнемогал там, в учебной келье. Вот сбылась моя мечта, снова я в Казани, и года мне не беда, я готов к призранью. «Здравствуй, милый город мой, ангел мой сердечный, покорен я Габдуллой и Мусой, конечно. Здесь Бакар-Бабай Державин и Корнян и Карамзин, письма слал Наталье Пушкин на земле». «Годы Лев Толстой прожил, мне лишь трижды семь двадцать пять, полон воли к жизни, и с друзьями я опять на земле отчизны. Так ликуй, моя душа, радуйся мгновеньем, снова молодость пришла с чудом единения». «Поломинуты про Карамзина и Пушкина, так там, внизу». «Дорогие друзья, что тут дома?» «Да, у нас Шемерданов, который занимался переводами его стихов, заслуженный человек, пожалуйста». «Дорогие друзья, дорогой друг, я тебя поздравляю с плодом твоего творческого труда, интеллектуального труда. Надеюсь, мы будем сотрудничать. И вот скажу, что я с ним познакомился два года назад только. И в течение этого времени у нас переведены более двадцати стихотворений на татарский язык. И два произведения, проза «Мадами Жумга», есть такая газета, там недавно издавалась. «Да, твой перевод уже издали». «Да, перевод с русского на татарский, ей еще где-то обещали, но в какой-то газете или журнале. Пожалуйста, выбери вот здесь, что я могу прочитать по-татарски». Вот у нас так происходил этот процесс. Вот он мне дает свои рукописи, и я перевожу. Может, на самом деле, это вот я прямо здесь переводил. За день присесть, ну, семь-восемь стихов я переводил за одну ночь. Так бывало, это просто он меня не торопил, но как-то я хотел показаться перед ним, и, надеюсь, удалось. И вот здесь тоже у нас все эти дела. Я вам выручаю целый пап. Спасибо. Если он пока выбирает, я... Да нет, ты любой, который тебе нравится, а я прочитал на русском. Я все переделывал уже. Даже пришлось... Спасибо, что он мне поручил перевести это там... «Мой ангел» называется, он по-другому назвал. Там было стихотворение Анна Ахматовой. И я на татарский тоже перевел, потому что это содержится в тексте произведений. И тоже это перевод удачно получился. Во всяком случае, он меня не возражал. Вот что я могу здесь выбрать. Ну, выбери то, что я Женя написал. Потемкин. «Скутницы жизнь», да. «Спасибо» называется. «С надеждой святой и терпением я жил, отвергая покой. Судьба награбила везением. За что же подарок такой? А время летит, убегая, но вот он надежный вокзал. Спасибо тебе, дорогая, что все же я не опоздал. И солнце в душе залучилось, и счастье пригрелось в груди. Спасибо за все, что случилось, за все, что еще впереди». Спасибо. 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 !!! Что с вами был Игорь Негода. И Душина Гав Bristol. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова